Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Президент Санду призвала дипломатов активнее участвовать в решении внутренних проблем Молдовы. Об этом она заявила в четверг на открытии ежегодной встречи послов Молдовы за рубежом. Поздравив дипломатов с достигнутыми успехами и получением Молдовы статуса кандидата в члены ЕС, она подчеркнула, что теперь предстоит работать еще больше. Нужно сосредоточиться на том, чтобы выполнить 9 пунктов, изложенных в решении Еврокомиссии. Процесс евроинтеграции – это длительный и сложный процесс, но всегда может появиться возможность ускорить этот процесс, и мы не должны упускать эти возможности и должны быть готовыми. Нужно ускорить внедрение реформ и добиться результатов. Ключевая задача для нас – европейская интеграция. Эта задача останется главной на определенное время, пока мы станем членами ЕС. Европейская интеграция – это не только задача послов Брюсселя, это задача послов во всех странах. Задача всего дипкорпуса, подчеркнула Санду. Она призвала дипломатов активизировать усилия по преодолению кризиса, с которым сталкивается Молдова в силу обстоятельств. Прежде всего, вопросы энергетики. Нужно найти новые источники энергоресурсов, работать на краткосрочную и длительную перспективу. Нам всем нужно найти инвесторов. Внедрять проекты по обеспечению энергобезопасности на краткосрочный период и на перспективу, сказала она. Президент также указала на необходимость найти новые рынки сбыта для молдавской продукции, особенно сельскохозяйственной. Нужно развивать экономическую дипломатию, продвигать экспорт, найти новые рынки. Необходимо найти стабильные рынки сбыта нашей продукции. Где ценят качество, а не по политическим или каким-то другим критериям, отметила глава государства. Президент призвала молдавских дипломатов участвовать и в решении проблем, связанных с борьбой с коррупцией. Нужно наладить сотрудничество с правоохранительными органами стран, где нашли пристанище воры и коррупционеры, сбежавшие из Молдовы. Их нужно вернуть, чтобы они предстали перед судом, подчеркнула Санду. Министерство иностранных дел и евроинтеграции организовало в Кишинео 18-19 августа встречу послов страны под девизом «Дипломатия Республики Молдова в контексте региональных возможностей и вызовов». Как сообщили в пресс-службе МИДАИ, мероприятие открыли вице-премьер министр иностранных дел и евроинтеграции Папэску при участии президента Санду. Приветственные слова транслировались в прямом эфире на странице МИДАИ в Facebook и наших дип-представительств за рубежом. Цель мероприятия – рассмотрение вопросов, касающихся проведения внешней политики Молдовы и установления новых задач и приоритетов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, оценка деятельности дип-миссий и повышение их эффективности. На встрече поднимались вопросы развития международных отношений в последний период, в частности, угрозы региональной и международной безопасности. Кроме того, будут обсуждаться следующие шаги, касающиеся предоставления Молдове статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, а также выполнение плана реализации, девяти рекомендаций предложенных Еврокомиссий. Приоритетом повестки дня также является проблема, с которой сталкиваются диаспора, способы обеспечения соцзащиты, молдовских граждан, временно работающих за границей. В этой связи главная дипломатическая миссия примет участие в Дне диаспоры, организованной в этом году под девизом «Маленькая страна с большим сердцем». В целях повышения эффективности деятельности послов, формулирования конкретных задач для учреждения и дип-службы для достижения целей, поставленных властям во внешней политике, в повестку дня мероприятия включены встречи главмиссии с президентом, представителем парламента Гроссу, другими руководителями госучреждений. В качестве спецгостей в мероприятии примут участие в режиме видеоконференции министр иностранных дел Румынии Ауреско, министр иностранных дел Украины Кулеба, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Баркелли, министр иностранных дел Турции Чеву Шаглу, директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Дан Туаун. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.